Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого с Сергеем Поярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. Зеленскому некогда, просто некогда заниматься Украиной. Вот этот вот зеленый тупик, в котором мы оказались, потому что у нас некому просто заниматься решением вопросов. Если в начале войны наши западные союзники просто давали эшелонами все, что не попросишь, забрасывали, то, что у Зеленского не было необходимости тратить свое время на выбивание этого всего. Давали и так. Он купался в лучах славы. И все время он и его пять-шесть менеджеров, у которых туман в голове по поводу экономики, управления страной, они тратили на то, что отскирдовывали себе на хомяченное. Они паковались на всем. Поскольку все давали без проблем, то все свободное время они посвящали чему? Ну, правильно, переводу в крипту. То есть, вы же понимаете, что все вот эти вот деньги, которые с тех же самых этих OneXBet, все вот эти вот онлайн-казино, это же все отмывалово. Вот сейчас счетная палата насчитала там 61 миллиард нецелевого использования. Эта капля в море – это то, что случайно нашли. Эта южанина раскопала там еще клондайк, там такие залежи открытий. И вот они прекрасно, когда началась война, они все, конечно, перепугались, а потом они восхитились возможностями, которые открылись. Можно запретить свободу слова, просто перечеркнуть любую критику и, пользуясь войной, хомячить беспредельно. Смотрите, вот мы с вами общаемся с людьми, которые служат в армии, которые сейчас борются с врагом. Мы же понимаем, какие у армии проблемы. Проблема с получением той же самой западной помощи. Уже неоднократно говорили, что Министерство обороны доворвалось до того, что для того, чтобы получить технику, бесплатно переданную нам союзниками, надо позолотить ручку. Лежат списки наградников, то есть совершенно разных бригад. То есть люди совершили подвиги на войне. То есть они заслужили такую награду, как личное наградное оружие. Не подписывает министр? Нет. Потому что есть подозрение, почему не подписывает. Есть такое вот у меня. Да что там у меня, у всех моих друзей, которые сейчас на фронте, оценочное осуждение, что где-то что-то хотят как-то стимула, чтобы простимулировали, потому что, ну как же это так? Вот так вот раздать людям и все. А зачем же я приходил вообще сюда, думает каждый чиновник? Вы думаете, у Зеленского есть время этим заниматься? У пяти-шести менеджеров? Да нифига! Они заняты совершенно другим. Ну, мы же прекрасно понимаем, что у нас есть неоднократные случаи, когда требуют деньги офицеры за то, чтобы кого-то отпустить в отпуск. Ну, таких случаев достаточно большое количество. Они существуют. Ну, кто этим будет заниматься? Подождите, а это кому-то интересно? Нет, потому что сверху вниз от Зеленского, вот так вот, через пять-шесть менеджеров, решаются совершенно другие вопросы. Не до того! Ну, есть случаи, когда сидит где-то на третьей линии обороны человек, который записан, что он сейчас такой полноценный УБД, что он на передке и просто кому-то отстегивается, и это не единичные случаи. Кто-то с этим борется. Да некогда Зеленскому. Ему просто некогда. Что у нас сейчас происходит с контрабасом? Некогда Зеленскому. Ему надо с этого всего через пять-шесть менеджеров поиметь свою копейку. Есть заход гуманитарной помощи. О! Вот это дело! Сейчас давайте раз и на матрас! По деревянам. Некогда управлять страной. Вот просто нет на это времени. Потому что когда они почувствовали проход через себя всех вот этих потоков... Вы смотрите, когда-то покойный Борис Немцов на программе «Черное зеркало», это он последний раз, по-моему, выступал, у него было последнее вот его включение в эфир, его через вот очень короткое время убили. Он сказал, вам, украинцам, повезло, потому что у вас нет монополии на власть у кого-то. Нет монобольшинства. Тогда не было. Не было, потому что монобольшинство – это всегда. Все хавается в одну горло. Это беспредел. То есть нет конкуренции, нет баланса. Некому это удерживать, а когда некому удерживать, во все тяжкие война, не война, квартальная шаблятина пакуется. Ну, они ведут себя точно так же, как... Ну, вот для них 95-й квартал не закончился. Для них война – это где-то там. У них другие интересы. Они, конечно, перетрухнули вот в первые дни. Им, конечно, было страшно. Они бегали тогда, советовались даже к своим политическим оппонентам, что делать. А потом на них начал сыпаться золотой дождь. То есть потом они почувствовали, что тут-то нам карта и пошла, как в том анекдоте. И вот им просто некогда заниматься решением тех вопросов, которые у людей горловые. Какие нахрен беженцы? Они просто, ну, вот что-то ляпают. Вот, то надо вот возвращать всех с Европы, возвращать! Это наш клоун это несет. И его вот эти подклоунки, вот эти 5-6 эффективных недоклоунов под ним. Просто, чтобы что-то ляпнуть. Может быть, как бы людям понравится, чтобы рейтинг поддержать. Потом они сначала ляпнули, начали думать, о чем мы звезданули? Что значит возвращать? А что они тут будут делать? А куда их возвращать? У них ни кола, ни двора. Куда? Они убежали из Мариуполя. И тут какой-то дурак начинает на марафоне кричать, мы их должны возвращать! Потом что-то как-то звезданул. И мы говорим, да куда возвращать? Куда? Как-то неудобно. Уже как бы заднюю не дашь. И вот они себя ведут, как на сцене квартала. Шутка не зашла, мы ее больше не повторяем. Все, что они делают, они делают вне контекста наших с вами нужд. Потому что наши с вами задачи какие-то там, интересы, проблемы, их не пилят. Им их это не касается. У них другая жизнь. Им тупо, некогда заниматься смердами. Они баре, они господа покующиеся. Им надо перегонять в крипту. Да им пофиг! Уже больше двух лет, что игромания у нас в войсках, что проигрываются боевые деньги. Зеленскому на старте говорили, нельзя давать вот свободу казино. Можно разрешить в пятизвездочных отелях. Это в Америке, как в Лас-Вегасе. Потому что в Лас-Вегасе там в основном играют приезжие. Там местных меньшинство. И денег в казну идет большинство. Да пофиг ему, поймите. Ему некогда нами заниматься. Мальчику не до Украины. У него другие интересы. Ну и его как клоуна понять можно. Его клоунские интересы всегда будут его главной задачей. Ему как было плевать на тупиц, которые его выбрали. Так и будет наплевать всегда. Он именно поэтому и кричал лохам. Что я же не лох. Да. И каждый из вас президент. И про себя думал. И клинический идиот. Если вы поверили, что каждый из вас президент. Ну тогда это признак вашей глупости. Просыпайтесь. Объясняйте до кого вы можете дотянуться. Что реально происходит. И я считаю, что каждый, кто с дуру проголосовал за Зеленского, он должен в первую очередь, он должен сейчас дергать, рассказывать, объяснять и возмущаться. Вот каждый, кто проголосовал с дуру за Зеленского, он должен поставить главной своей задачей. Это уменьшение рейтинга Зеленского. Это доведение до сведения людей, что реально происходит. Потому что признак ума это признать свою ошибку. Признать свою глупость и ее не повторять. Это единственный способ научиться. Единственный способ поумнеть это признавать свои ошибки. Открывать глаза, становиться реалистом. Еще первый премьер сказал про Зеленского, что у него туман в голове. Туман не рассеялся, он сгустился. И вот это то, что мы должны делать. Мы должны дома знакомым, друзьям, соседям, кто есть, кто пользуется общественным транспортом, объяснять спокойно, скрупулезно каждый день, приводя аргументы. Вот что мы с вами должны делать. И благодаря нашей армии и нашим союзникам, друзья мои, я уверен, что мы победим врага на поле боя, а потом мы победим вот этого вот, вот этого вот зеленого клоунского врага, внутреннего, который не менее страшен, чем внешний. И я убежден, как и вы, что обязательно победа на всех фронтах будет за нами. И произойдет это, потому что за каждым из нас персонально не заражает. Субтитры создавал DimaTorzok